приветствуем вас друзья на канале даниила и лариса сегодня у нас дегустация дегустация сыра гриллер срок созревания 3 месяца но вначале немножко информационной болтологии по взаимодействию как вы знаете как вы заметили уже наверное особенно постоянные зрители подписчики канала у нас принципиальная позиция отвечать на все комментарии поэтому связи с этим алгоритм ютюба такой что ответы на комментарии которые допустим вы мне задали вопрос в комментариях я что-то ответил прошло 2-3 дня вы отвечаете мне опять на комментарии и ждете какого-то от меня ответа но этот комментарий уходит в ленте уже далеко вниз я получаю уведомление о комментариях но чтобы вы понимали на сегодняшний день это где-то 200-250 комментариев в день мне очень сложно все это пролистывать назад и как бы искать где ваш повторный вопрос на мой предыдущий комментарий поэтому давайте как бы у меня большая просьба мне просто так будет легче комментов действительно очень много поэтому прошу вот мы общаемся там в какой-то ветке в каком-то рецепте пример в дегустации сыра грюер вы задали вопрос я на него ответил если у вас есть дополнительные вопросы задавайте его в новом комментарии так и на него отвечу сто процентов потому что те комментарии которые уходят ленте далеко вниз они возможно теряются и возможно возможно я не могу на них ответить или просто не нахожу их я хочу это сделать но просто не нахожу а и действительно очень много очень часто вы задаете вопросы это следующий уже момент мои контакты смотрите мои контакты когда вы заходите на youtube на наш канал с ларисой там есть такая кнопочка о канале там есть мой имейл поэтому опять же таки когда там я получаю в день 20 вопросов можно твои контакты для личной беседы заходите о канале там есть имейл это никакая не тайна я с удовольствием со всеми делюсь своим опытом делюсь своими знаниями помогаю и делаю это искренне от всей души но мне приходится очень много тратить время просто на то чтобы отправить свои контакты по поводу разговоров ну разговоров по голосовой связи я всегда с удовольствием с подписчиками общаюсь по голосовой связи по ватсапу по вайберу по телефонной связи если нужна какая-то моя помощь если есть какие-то моменты которые мы не можем обсудить в переписке надо именно но вот есть люди которым проще пообщаться по голосовой я тоже с удовольствием это делаю и всегда пойду вам на встречу всегда помогу проконсультирую но если действительно нужна моя помощь если хотите поболтать о погоде я думаю что у вас есть какие-нибудь свободные уши а если нужна помощь если нужна консультация если нужно что-то объяснить рассказать что-нибудь по электронике по автоматике пожалуйста я всегда за но у меня опять же таки с этим большая просьба есть такие случаи я даю свой телефон даю свой ватсап если надо поговорить и вот человек мне начинает звонить просто по ватсапу я снимаю допустим стою а человек просто берет меня набирает пять раз подряд давайте как бы действовать таким образом ну достаточно цивилизованно у нас есть мессенджеры и вы можете мне написать даниил хочу там уточнить с тобой такой-то вопрос когда можем созвониться я отвечу когда можем созвониться и мы обязательно с вами созвонимся я в голосовой связи ну обязательно вам объясню отвечу на все ваши вопросы причем сделаю опять же таки это совершенно с чистым сердцем и с дорогой душой я люблю помогать людям и делаю это совершенно от чистого сердца но когда у меня телефон во время съемки начинает трезвонить просто 10 раз подряд я вижу что это один человек но вы поймите но если я не взял трубку значит я как минимум чем-то занят ну вот не могу я сию секунду ответить относитесь пожалуйста к этому с пониманием и последний вопрос по поводу коммуникации у нас в украине друзья волею наших властей запрещены некоторые социальные сети например вк я понимаю что вк на территории всего посетского пространства одна из самых массовых социальных сетей но мне для того чтобы пользоваться в вк вк и отвечать на ваши вопросы надо включать vpn потом этот вк загружается там пять минут ну в общем достойно туда захожу достаточно редко поэтому если хотите пообщаться социальные сети пока ситуация не изменилась я очень надеюсь что она изменится и заработает у нас все социальные сети вообще считаю что они должны быть вне политики пожалуйста в фейсбуке профиль даниил перваченко профиль открытый добавляйтесь друзья есть отличный мессенджер и для голосовой связи и для связи текстовой но все-таки наиболее удобным я считаю вот сап для вот такого вот общения очень прошу не понять меня как-то предвзято вы прекрасно знаете что очень многие блогеры вообще не общаются со своими подписчиками они заняты съемками заняты зарабатыванием денег у меня же другая позиция все что я делаю все что мы с ларисой делаем мы делаем это для того чтобы принести принести так сказать наши знания в массы то есть донести до вас поэтому я всегда с удовольствием общаюсь но прошу как бы соблюдать какие-то рамки в этом общении но по крайней мере мне так удобно чтобы не было обид что вы мне звонили 10 раз а я не взял трубку ну вот не смог а теперь давайте вернемся грюеру и так срок грюер созревал у нас три месяца в камере для созревания сыров если интересно как из простого холодильника сделать камеру для созревания сыров и сровяленных колбас ссылочку на видео найдете в описании также можете посмотреть видео если есть желание заказать у меня оборудование для такой переделки также если вы захотите посмотреть рецепт приготовления этого сыра как мы его готовили с ссылку на видео вы найдете в описании хочу напомнить что все ингредиенты предоставлены нам интернет-магазином срок и также в описании видео вы найдете промо-код на получение пяти процентной скидки при любом заказе в интернет-магазине сырок.com.ua через корзину интернет-магазин работает только на территории украины в описании видео для жителей постсоветского пространства для всех русскоязычных зрителей полностью расписаны все ингредиенты с количеством для приготовления этого сыра во всех рецептах я пишу количество ингредиентов в чайных ложках то есть очень многие понимают это буквально для тех кто понимает буквально я тоже сейчас хочу объяснить чайные ложки это мера измерения к обычной там чайной ложки которые мы чай пьем никакого отношения не имеет мера совершенно условная измерения сыпучих продуктов к сожалению ферменты закваски в граммах указывать очень сложно потому что фермент допустим имеет разную плотность и количество в граммах может иметь совершенно разный объем чайные ложки если вы занимаетесь сырами вот такой вот наборчик чайных ложек продается в любом интернет-магазине в частности в россии продается в интернет-магазине здоровее его пожалуйста он стоит копейки купите его здесь есть одна восьмая одна шестнадцатая одна тридцать вторая одна шестьдесят четвертая то есть чтобы вы понимали когда в рецепте написано там одна шестьдесят четвертая чайной ложки понятно что ложкой для чая вы это не измерить и вот вам вот такой вот наборчик нужен и всего-то делов дегустация у нас получилась довольно длинная смотрите я использую для разрезания сыра обычный нож постоянно там вот ты не можешь купить себе жлоб ножей для сыра да могу в принципе купить но пока не хочу если кто-то хочет мне подарить пожалуйста с удовольствием приму от вас в дар друзья грюер срок созревания три года в три месяца извиняюсь аромат просто фантастический корочка это нечто посмотрите сейчас делаем нарез очку ой я чувствую что этот сырочек будет не очень в радость отличная консистенция просто суперская немножко я переживал за него к сожалению у нас не было бреви бактерий для того чтобы сформировать правильную мутую корочку но вот мы сформировали такую корочку натуральную по моему отличную друзья сыр просто фантастика давайте покажу крупный план вот такой вот симпатичный срочек смотрите совершенно пластичные отлично вызрел ну вызрел он просто шикаришь я считаю вот такая вот у него корочка сформировалась ну собственно говоря я думаю ничего не мешает нам начать дегустировать корочку мы срезаем и и вот я думаю что скоро у нас ну в частности в интернет-магазине сырок тоже появятся бревики появятся бреви бактерии и мы их добавим в рецепт то есть рецепт сыра уже будет готовый на сайте сырок.com.ua и будет готовый набор для приготовления этого сыра и вот если допустим в россии я точно знаю на сайте здоровее его брови бактерии есть мне это очень нравится вот и очень жалею что у нас их нету пока используйте в общем видео рецепте я все рассказывал как его протирать как формировать правильную корочку используйте бревики если нет такой возможности то опять же такие ну в общем переходите по ссылке как на его готовили этот сыр и вопросы все отпадут там все очень подробно а теперь дегустация исключительно исключительно сырно-ореховый аромат никаких примесей никаких посторонних запахов настолько чистый сырный аромат вот я бы даже сказал сливочно-ореховый ну просто фантастишь так ну что пробуем тут лариса уже кусочек пока я камеру настраивал откусила и говорит пробуй ты удивишься я щас удивлюсь бомба ух ты слушайте это вообще фантастика у него реально ореховое послевкусие его жуешь как сыр а когда проживал такое впечатление что грецкий орех слопал удивительный сыр ни с чем не сравнивый сыр вообще фантастика я такого не ожидал тоже ну это просто бомба реально вот такое впечатление что даже я сейчас не могу определить или греческий или фисташку съел вот не соленую что-то такое что-то подобное для сырной тарелки я вам скажу его его на бутерброды даже жалко такой сыр резать это сыр исключительно для сырной тарелки он потрясающий он просто фантастишь ну друзья с удовольствием вам представляем результат нашей работы ссылка на рецепт в описании видео ну и конечно же я думаю приготовить этот сыр стоит достойное украшение сырной тарелки вкус просто фантастический вы правда такого не пробовали ну по крайней мере я не пробовал ну вообще у меня все больше и больше причем я вам больше того скажу тут слезки выступили фантастика вообще вот вот это да сыр классный в общем готовте грию подписывайтесь на наш канал пальцы вверх ставьте я считаю что это видео заслуживает лайка но если вы считаете что я много болтал то поставьте мне 100 дизлайков я в конце концов не обижусь спасибо за внимание друзья до новых встреч пока